ГОСПОДЬ Вспоминая о том, как Он претерпевал страдания, будучи повешенным на животворящих христиан. Сегодня мы с Вами иное предстояние совершаем. Мы стоим у гроба Господня. Вспоминая о том, как происходили эти события. Вспоминая о том, в каком состоянии пребывали жены мироносецы. В каком состоянии пребывали те мужчины, Иосиф и Никодим, которые погребали тело Иисуса Христа. Очевидно, каждый из нас слышал эти слова. Больше или в меньшей степени понимал, что это были слова глубокого переживания. Как говорит один из тропарей сегодняшних чтений, о том, что этому событию ужасались даже ангельские войны. То есть ангельские силы, небесный мир ужасался тому, что Он увидел. Не могло, конечно, не ужаснуться всему этому в сердце человека. Но у нас это событие разделяет уже десятки веков. Мы с вами живем в 21 веке. И кажется, какое отношение могло бы это событие иметь в нашем жизни? Каким образом происходит это сочетание? Это действительно трудно осознается современным человеком. В какой-то мере это наша задача понять о том, что погребение и смерть, которую претерпевает наш Спаситель, это действительно то, от чего зависит моя жизнь и жизнь каждого из нас. Однако, вспоминая исторические события, мы склонны к тому, чтобы воспринять их просто поверхностно. Словно как информационное сообщение в новостной сводке о том, что вот тогда-то и тогда-то произошло так-то и так-то. А хотелось бы большей глубины, хотелось бы, чтобы наше сердце откликалось на то, что все это, Господь, оказывается, терпит не напрасно. Оказывается, все это Он делает ради меня и ради каждого из нас. И здесь ты понимаешь глубину этого шага. Опять же, прорекцируя на себя, а готов ли ты так поступить? А готов ли ты так сделать? И понимаешь, что нет, не готов. Именно в этих шагах распятия, погребения, мы видим ту любовь и милосердие Божие, которые являются для каждого из нас. И это скорбь, и эти переживания имеют некую надежду, некий свет, о котором другой тропарь говорит, вспоминая слова Спасителя, что, Господи, Ты ведь говорил о том, что да, Тебя ждет погребение и смерть, но ведь Тебя ждет еще и воскресенье. И вот здесь-то мы понимаем, что и мы хотели бы, чтобы с нами это произошло. Чтобы воскресение Господне было не только для Него присуще, но присуще для каждого из нас. Чтобы в жизни каждого из нас могло бы произойти это воскресение, как надежда на обретение вечной жизни. Мы просим поистине, чтобы это произошло. Сегодняшний канон утренней Великой Субботы в девятой песне завершался словами, которые звучали в адресе Пресвятой Богородицы от имени Иисуса Христа. Он учешал свою матерь, говоря о том и напоминая о том, что же все-таки ожидает человечество. А человечество ожидает то, что у Него рождается возможность стать наследниками вечного обетования. Господь словно каждому из нас говорит о том, чтобы мы утерли свои слезы, постарались бы сохранить и срастить в себе эту надежду. Надежда как залог веры, надежда как упование, надежда как доверие тому о том, что Господь действительно в силах совершить это с каждым из нас. Но для этого нам необходимо прикладывать усилия, свидетельствуя своей жизнью перед очами Божьими о том, что мы действительно этого хотим. Как бы говоря о том, что Господи, Твои крестные страдания, Твоя смерть, Твоё погребение были не напрасны. И я рад, что Ты это потерпел ради меня, что Ты пошел на этот шаг, что Ты это сделал, ради того, чтобы я смог стать наследником Царства и Небесного. И вот сегодня, подходя и лицелуя образ Христа, прикладываясь Его к Его ногам, напызая Его руки, мы жаждем и свидетельствуем о том, что хотим, чтобы Христос по истине жил в жизни каждого из нас. Я искренне этого желаю вам, дорогие братья и сестры. И уповаю на том, что Светлый День Христового Воскресения для нас наступит не только формально, как неизбежное событие о том, что после Пятницы будет Суббота, а после Субботы – Воскресенье. А это по истине будет то действие, которое поможет хотя бы чуточку, но преобразить каждый из нас. Что дни Великой Четыридесятницы были бы для нас напрасными. И что Христос под истине пришел бы в сердце каждого из нас, оживив бы нас. Дал бы нам надежду на то, что, будучи оживленными, мы действительно сможем приобщиться к этой вечной жизни. Этой вечной жизни, над которой царствует Господь. Этой вечной жизни, которую Он приготовил для меня и для каждого из вас. Продолжение следует...